В сегодняшнем видео я расскажу вам историю семейной пары из России, которая репатриировалась в Израиль уже больше месяца назад. И первые шаги своей репатриации проходила именно в Иерусалиме. Я помог им найти хорошую квартиру. Это семейная пара с маленьким ребенком. И сложностей было немало. Это и срочный въезд, это и то, что не было чеков на руках, а также была заблокирована карта, корона, где те люди, которые из России приезжают в Израиль, могут делать какие-то переводы, как-то пользоваться теми деньгами, которые есть у них на этой карте. Думаю, вам будет это интересно и увидеть также будет интересно полный подробный обзор этой квартиры. Поэтому оставайтесь на этом канале. Меня зовут Александр Спиваков. Все, кто еще не подписан на этот канал, самое время сейчас сделать это. Также сразу хочу напомнить, что для тех из вас, кто ищет себе квартиру в Хайфе, подписывайтесь в мой телеграм-чат, где я выкладываю все релевантные предложения и делаю все своевременные объявления, касающиеся моей работы. Ну а перед началом вашему внимания бюджетные варианты небольших, но очень аккуратных, красивых и полностью мебелированных квартирок, которые в принципе всегда есть в наличии, но их нужно искать за месяц, за полтора до конца ремонта. Поэтому тех из вас, репатриантов, которым этот вариант подходит, есть где ждать, где что, знаете ли в гостинице, это время перебыть, то обращайтесь, тоже буду рад помочь. Ну а также это предложение действует не только для репатриантов, но и тех из вас, кто уже живет в Израиле и подыскивает себе подобные форматы жилья. Ну эта квартирка стоит 2800 шекелей, включая все коммунальные платежи, зона кухни, отдельно подсветка тоже здесь, все работает, все красиво. Вот такой салон, окна полностью не хочу открывать, телевизор, ванная комната, только закончили ремонт. И вот такая вот спальня, смотрите, красивая. Светильники красивые такие, белевая веревка за окном, боковой вид на море. Кто из вас, ребят, приезжает в Израиль и готов там ждать или живет в гостинице, там месяц-полтора, обращайтесь заранее, могу подыскать вам что-то подобное, да. По размерам, по комплектациям, подсветка внизу здесь, подсветка наверху здесь. Вот такая вот квартирка. И еще вот такой вариант тоже, один из вас уже эту квартиру арендовал для себя. Чудесная подсветка, делает хорошее настроение. Эта квартира стоит 2600, включая все коммунальные платежи. Все, что необходимо есть, телевизор, стиралка. Вот такая вот, есть хорошо место для стола, обеденного, холодильничек. Вот такая чудесная кухня. Моешь посудку и смотришь на улицу. И вот такая вот, средних размеров спальня, с двумя окнами. Кондиционер. Есть место под столском компьютерный. Такой трехстворчатый шифонер. Квартира очень-очень-очень удачная. Ее снимает один человек для себя, один парень. Тоже посмотрели мы квартиры и подешевле, и поменьше, но он остановился на ней. И я считаю, правильно сделал. Переплачивает 200-300 шекелей каждый месяц, но имеет, первое, новый ремонт, и второе, удачную локацию, и планировку прикольную. Что касается квартиры для семейной пары, которую вы сейчас увидите, сложностей было несколько. Первое, это то, что не было времени на поиски. То есть, человек обратился, приехал сюда на Абум в Хайфу, ходил, смотрел варианты, мне позвонил, я ему показал варианты. Но за то, что мы посмотрели, то, что у меня было в наличии, не подошло ему, или, может быть, подошло, но на крайний случай, если бы не было этой самой квартиры, которую вы сейчас увидите. Проговорив с ним все нюансы, это то, что не было чеков, не было поручителей, совсем случайно, можно сказать, просто счастливое стечение обстоятельств, что мой коллега сказал мне о квартире, которая будет у нас на следующий день. Мы показали фотографии этой квартиры этому человеку, и он без раздумия сказал, что даже если не может ее посмотреть, но он вынужден ее брать. Знаете, как человек, которого нет выбора, он уже готов вселяться, это то, что я говорил, уже лишь бы въехать, лишь бы не платить короткосрочную аренду, с очень большим ценником, и поэтому он принял решение рассматривать этот вариант для того, чтобы его снять. Понятное дело, что все бы решилось на следующий день, но перед тем, как заехать в эту квартиру, он говорит, я возьму паузу, я пойду по району, исследую его, познакомлюсь с соседями. Он все так и сделал, ему все понравилось, и хотя это район Гешерпас, и это не считается каким-то суперликвидным районом, но есть хорошая транспортная развязка, больше чем на 50% этот район русифицированный, я имею в виду, что там живут новые репатрианты, и не только новые репатрианты. Также есть магазины недалеко, конечно, там не такая инфраструктура, как в Кириат-Ильезере, но поверьте мне, это неплохой вариант, когда нет вариантов вообще. И тем более, ребенок еще не школьник, и какое-то время ребенок нуждается в уходе, то есть мама будет с ребенком, поэтому это вообще не проблема, в садике, школы, и они там, кстати, тоже есть, и неплохие. Поэтому человек все это просмотрел, но из-за того, что у него не было чеков, из-за того, что он не мог пользоваться деньгами, которые у него на короне, нам пришлось что-то предпринимать. И хорошо, что были знакомые, которые через Европу заслали деньги сюда, и это целый процесс, и это нелегко, и все получилось. И хотя квартира изначально была без мебели, договорились с хозяином, он полностью ее отмебилировал, то, что договорились, это кровать, двухспальная, шифонер новый, все новое, холодильник и стиралка. И там по мелочи вещи были, уже этого достаточно. Поэтому считаю, что неплохой вариант. Очень понравился мне подход этого человека, который снял эту квартиру, специально не говорю его имя, то, что он пошел, проверил соседей, все удостоверился, походил, погулял там. И в целом квартира очень хорошая. Почему? Потому что в этой квартире раньше хозяин жил. Сейчас он ее продал, и новый хозяин ее просто решил сдавать. Поэтому купил ее под инвестиции. Цена этой квартиры 800 тысяч на покупку подобного плана квартиры. Смотрите на эту квартиру, ребят, комментируйте, жили бы в этой квартире, да или нет. Поставьте свою оценку этой квартире от 1 до 10. Буду рад вашей обратной связи. И до новых встреч на прямых эфирах на моем канале. Посмотрите, какую квартиру мы красивую вырвали для наших, для моих клиентов. Тут будет холодильник, уже заказали, стиралка, такой салон. Смотрите, две спальни красивые, такие с зелеными стенами. И в каждой комнате кондиционер. Посмотрите. Посмотрите, это вид из окна. Такая ванная комната. Очень хорошая квартира. Очень, 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 очень. Хлеб.